Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря. Релизов не так уж и много. В 10.00 по GMT выйдут данные по инфляции в еврозоне. Мы знаем, что инфляция в странах С остается выше средних значений. Общий показатель индекса потребительских цен держится на отметке 8,5%. Это выше или, скажем так, больше, чем в 4 раза, чем те целевые ожидания, которых придерживается европейский регулятор. Значит, ЕЦБ должен активнее бороться с высокой инфляцией, каким образом ужесточая монетарную политику. И, в принципе, после того, как вчера ЕЦБ повысил ставку на 50 байсных пунктов, и игнорируя все вводные, связанные с проблемами с отдельными представителями банковской национальной системы, я полагаю, что ЕЦБ будет дальше замотивирован прежде всего на решение проблемы с высоким инфляционным давлением. Ну ладно, о евро мы еще поговорим. Также под конец торговой сессии, относительно под конец, выйдут данные по потребительским настроениям Мичиганского университета. Этот релиз будет представлен нашему вниманию в 14.00 по GMT. На таком фундаментальном, с точки зрения содержания экономического календаря топливе, я думаю, что вряд ли удастся далеко уйти, но в то же время обращаю ваше внимание, что сейчас рынки и так существенно по показателям волатильности активнее, чем в предыдущей неделе и даже месяце, потому что сейчас мы все следим за развитием событий, в американской банковской системе и европейской тоже. И делаем акцент на то, что если этот банковский кризис, который начался в Штатах, будет охватывать все новые и новые регионы, а что если тех денег, которые ранее были согласованы, окажется недостаточно, чтобы залатать те дыры, которые имеются в показателях балансов, и что если мы столкнемся с новым глобальным финансово-экономическим кризисом. Я думаю, друзья, что даже самый рьяный оптимист среди вас все-таки признает то, что текущие условия – это форс-мажорный рынок, который должен заставлять каждого заранее при демонстрации торговой активности делать скидку на то, что в любой момент на рынке все может пойти прах. Соответственно, это призыв контролировать риски, следить за загрузкой депозитов и так далее. Потому что правила риск-менеджмента, они всегда принципиально важны для трейдинга. Но тогда, когда весь мир готовится к новому кризису, ну или, по крайней мере, допускает, что сейчас его вероятность весьма высока, контроль рисков и соблюдение всех вот этих принципиальных правил торговли – это важнее, чем обычно. Если посмотреть на текущий фронт, связанный с новостями касательно банковского и европейского кризиса. Да, выделяются дополнительные пакеты помощи, согласовываются фонды экстренного кредитования для банков. Если мы сделаем сейчас акцент на ситуацию с американским рынком акций, в частности с индексом S&P, который снова приближается к отметке 4000 пунктов, может показаться, что пламя удалось загасить. И денег, спасительных денег оказалось достаточно, чтобы решить все проблемы с ликвидностью. Я не разделяю такой оптимизм и считаю, что мы какое-то время все-таки должны с осторожностью смотреть на происходящее и допускать, что в любой момент на рынок может прийти новость о том, что еще один очередной банк столкнулся с проблемами с ликвидностью и в конечном счете был вынужден объявить банкротство и прекратить свою деятельность. У нас уже есть, друзья, опыт того, что это может происходить в самый неподходящий момент, в любой момент времени. И если подумать на последней новости о том, что власти, денежные власти США, Минфин и ФРС все-таки решили согласовать гигантский пакет финансовой помощи на 2 триллиона долларов. Просто сравнить его можно с тем пакетом помощи экстренного фондирования для банков, который был задействован в 2008 году. Тогда на это потратили не больше 700 миллиардов долларов. Сейчас речь идет о цифре в 2 триллиона долларов. Я, конечно же, не видел еще официального подтверждения от Федрезерва, от Минфина, что такие пакеты реально обсуждаются на высшем уровне, скажем, власти и принятия решений. Но это ведь информация откуда-то взялась. И я думаю, что заранее мы можем ей пока что доверять, полагая, что действительно денег нужно очень много, потому что текущее состояние банковской системы и капитализация банков – это совершенно не те условия, которые были в 2008 году. И потом, если все было бы так хорошо, неужели была бы прям такая острая необходимость в обсуждении таких гигантских объемов цифр, сумм, показателей? Поэтому не бывает дыма без огня, я это периодически повторяю, сейчас это весьма актуально. Мы должны понимать, что ситуация остается крайне напряженной. И я для себя вот на текущем этапе принял решение, что пока не пройдет определенный период времени, когда не станет ясно действительно, что банковский кризис отступил. Выводы об этом можно будет сделать, я думаю, что по прошествии в лучшем случае нескольких недель от того момента, когда появились первые прецеденты кризиса банков. Но не сейчас. И по этой причине для меня сейчас интереснее работать с теми инструментами, которые обычно с торговыми идеями, которые могут принести хороший результат в случае негативного развития событий. Снова обращаю ваше внимание на золото. 1930 долларов за тройскую унцию сейчас. Кстати говоря, текущий рост золота тоже должен заставить вас усомниться в том, что все проблемы удалось залечить деньгами. Потому что если золото, мы видим, с азиатской сессии оно активно растет и фактически на новых локальных максимумах. Еще чуть-чуть мы увидим 1950 долларов за тройскую унцию. Если бы не было, скажем, сомнений в том, что кризис удалось именовать, я думаю, что золото уже начали бы активно продавать. Но нет. Золото остается на локальных максимумах. И меня убеждает в том, что следующей целью для этого актива будет 1950 и выше. Потому что рынок и дальше будет работать с ожиданиями негативного развития событий, с монетарными факторами, которые предполагают, что американский регулятор из-за именно того, что ранее посыпались венчурные банки, может притормозить с активным повышением процентной ставки. Это негативные факторы для рынка драгоценных, точнее позитивные факторы для рынка драгоценных металлов. И рыночный сантимент, который мы тоже берем в расчет, сейчас большинство трейдеров продолжает золото шортить. Рынок, как правило, идет против толпы. Европейская валюта против доллара 1.0644. Здесь исключительная спекулятивная сделка. Очень странно, что во время пресс-конференции Кристины Лагарда накануне мы слышали очень много о проблеме высокой инфляции. И она практически не коснулась темы того, что банковский кризис США может легко перекинуться на Европу. И в принципе уже перекинулся, если вспомнить историю с кризиса Сьюз. Ну ладно, им вроде выделили денег сейчас 50 миллиардов евро в этом эквиваленте. Может быть, действительно поможет. Хотя детальный анализ портфеля, структуры активов этого банка, кому интересно, указывает на то, что этому банку не поможет даже 200 или 300 миллиардов евро. Поэтому здесь тоже есть о чем подумать. Ну, если ЕЦБ считает, что угрозы нету, и он намерен дальше активно повышать процентные ставки, то есть вот этот спекулятивный вброс жесткой риторики. Он вчера поддерживал евро, сегодня поддерживает евро. Я думаю, что можно поддержать длинные позиции с целями 1.08, как мы планировали делать это и ранее. Пара доллар-иена. Здесь тоже акцент на то, что если ситуация ухудшится, иена будет пользоваться спросом. Сегодня пара доллар-иена снижается, текущие котировки 133 с небольшим. Ждем поддержку, тест поддержки 130 иен за доллар. Американский фондовый рынок. Я сторонник продаж и практически не сомневаюсь, что S&P, NASDAQ и Dow Jones возможно сегодня, возможно в начале уже следующей недели, но вернется к развитию нисходящей динамики и обновит новые минимумы. И индекс доллара 103.76. Текущие котировки. Ждем заседания американского регулятора. Есть, конечно же, опыт действий ЦБ. Можем предположить, что и ФРС тоже повысит процветную ставку на 50 байсных пунктов. Но я думаю, что все-таки вряд ли, потому что проблемы банков США были острее, чем в Европе. И я допускаю, что ставку, скорее всего, поднимут только лишь на 25 байсных пунктов. Но считаю, что доллар все равно на этом фоне может остаться стабильным. Я не прогнозирую значительный рост этого актива. Но думаю, что интерес к индексу доллара останется довольно-таки высоким, приемлемым, чтобы индекс доллара не перешел к развитию медвежьей динамики. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока.